А я сегодня затеяла переезд. Вот перебираю в другую теплицу без затопления. Погрузила в прицеп виолки, питуньи. И сейчас поедем. Погода становилась хорошая. У нас уже без минусов. До нуля, правда, ночью опускается. Вот уже две ночи. Но все равно затеяла я переезд. Надо разгрузить уже эту теплицу. Вот эти вот растения здесь стояли. Погрузила уже в прицеп. А потому что питуньи разрастается. Вот уже все смыкается. И нужно бы расставлять. Вот здесь вот маленькие. Сейчас я перейду на ту сторону, покажу. Вот побольше здесь. Они уже внахлест все друг на друга. Ну вот. Тут я уже череночки новые рассадила. Место сейчас нужно свободное. Георгины расставила немножко пошире. Вот так вот с расстановочкой сделала. А то были вплотную. Но уже листва большая. Надо немножечко... Здесь вот на полке тоже георгины. Вон, все зеленое. Все плотное. Надо как-то все это расставлять. Вот перешла на другую сторону. Поближе показать питуньи, как разрослись. Вот такие хорошие розеточки. Вот уже бутончики тут есть. Кое-какие я прищипывала, потому что рано потянулись. Так прищипнула. В принципе, вот и сейчас вот эту вот можно тоже прищипнуть. Вот она длинненькая. Сегодня девятое воскресенье. Вербное воскресенье. А я работаю. Ну ничего. К вечеру можно. Боженька любит тех, кто работает. Так. Ну вот немножечко надо вот расставлять. Местечко появилось вот тут пустое. Буду немножко раздвигать. И на этой стороне то же самое. Вот тут были виолы, питуньи. Все. Расстановочку сделала, чтобы побольше света было. Алисум расти не хочет. Никак не хочет. Буду сегодня пропалывать и поливать. Ну, не растет Алисум. Сейчас посмотрю, корневая. Вообще засопарился. Что-то я не так, наверное, одобряла. Вот корневой практически нет. Не понравился грунт ему. В этом году я пользовалась двиной белорусский. Он как пыль пересыхает. Совсем не понравилось. Все, агробалт ни на что теперь не променяю. В общем, вот столько здесь местечко у меня осталось. Уплотню Алисум, который живой остался. Вот здесь тоже можно георгинчики расставить. Ну, вот так вот на 9 апреля выглядит моя теплица. И вот, как я уже показывала, у меня пленкой отсечено. Вот пленка, отделение, где гортензия. Сейчас туда попробуем пройти. Вот так у меня невеста цветет, фата невесты. Хороший, большой, традисканцы шикарный. Вот так вот я закрывала. Но пришло время все открывать уже. Пленку эту я сниму. Вот так она у меня располагается. Вот здесь у меня открытая дверь. Вот это вот, чтобы здесь было прохладно. Ну, на улице уже тепло. И температура так не снижается, как, в общем-то, уже не очень холодно, скажем так. Пусть растет уже все. Вот тут такие у меня гортензии. Маленькие, подрастающие, которые большие. И там тоже в том отделении то же самое. Вот здесь стояли многолетники. Я их уже перевезла в ту теплицу. Вот так. А здесь у меня выход. Ну, в общем, вот дверь открыта. И вот эту пленочку я буду снимать. Все будет общей температуры во всем зале. Сейчас займусь тоже гортензиями. Чуть подрастут, почеренкую. Какие-то я уже почеренковала. Вот недавно показывала ролик. Вот она, моя невеста. Это прошлогодние невесты черенкованные. Вот они. Вот она, моя невестушка. Все, уже пустились в рост все гортензии. Так, это у меня френч болеро. Вот это прошлогодний френч болеро, что я покупала. Вот она так густо выглядит. А это я в этом году купила. Вот. Ну и так вот буду заниматься потихонечку. Сюда же поставила питуньи. Вот. Питуньи здесь тоже стоят. Когда солнца, света достаточно. И, как видите, закрыла с той стороны укрытым материалом. Потому что южная сторона, вот так вот вдоль, печет, как пекло. А она позволяет немножечко притянуть. Вот так вот внизу здесь тоже притяненное все. Тут гортензии у меня стоят. Вот так вот подняли эту пленочку, как шторку. Зафиксировала крючкам. А это вот кронштейны для подвесных кашпо. Вот так вот она. А когда на новый сезон нужно будет опустить, я ее просто опущу. Веревочки сниму и опущу. Вот так вот теперь общий зал. Температура теперь сравняется. И света будет побольше. Потому что она такая мутная пленка. Это для строительных работ. Непрозрачная. И она, в общем-то, притеняла тут. Вот теперь будет достаточно много света. Все очень хорошо будет. И вот открытая дверь. Температура. У меня тут градусники висят и с этой стороны. И в начале, и в конце теплицы. Вот так вот на сегодняшний день у меня тепличка с отоплением. Здесь я немножечко подогреваю. А сейчас поедем в теплицу, где нет отопления. Сейчас уже время 18.30. Вот такая температура на градуснике на улице 9,8. Ну, почти 10 градусов. Иду я к своей тепличке. Вот мне прицеп перегнали. И вот тут теплица. Сейчас я буду носить рядышком все. Так. Вот они мои растения. Ну что ж. Начинаю работать. Вставить я их буду вот сюда. Тут я сделала тоже еще одну камеру теплую. Вот так вот пленкой отгородила стол. Так. И вот тут у меня уже тоже стоят виолки. Ой, зацветает какая красота. Немножечко питонечек сюда принесла. Так. Лилии у меня тут. Ну, гортензия тут на черенкование. Вот температура на данный момент здесь вот такая. Сколько это? Ой, отсвечивает. Так. Ну, почти 15. Почти 15. Потеплее, чем на улице. Вот так вот я отгородила пленочкой стол. Все тут наверху тоже как потолок. Потеплее. Конечно, когда солнце выйдет, тут до 30 поднимается. Я открываю, конечно, проветривать. Вот у меня окно распашное такое. И все здесь проветривается. Ну что ж, начну носить. Продолжение следует. 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 петунью я все перенесла сейчас буду носить виолу но ставить ее буду не сюда вот на стол а за пленку там попрохладнее и это будет лучше сюда я поставил виолку здесь ей будет гораздо лучше петунья у меня вот там за пленочкой и она тоже холодостойкая но пусть потеплее будет чтобы подогнать ее а виолка вот тут прекрасно шикарно это вот у меня рогатая у нее такие листики поменьше кустистая а вот видите как черешочки длинные там в теплице она вела у меня начала подтягиваться сердцевиночка хорошая не вытянуты ну вот черешок от листа потянулся вот ее быстренько в холод тут ночные температуры пониже будут ох как ей хорошо и света много здесь будет вот так вот здесь южная страна это восток и будет очень хорошо тут велки но на сегодня я заканчиваю свою работу на улице уже темнеет до новых встреч